Несколько торопливых слов любви Ольков навсегда останется самым важным сюжетом литературы Лев Николаевич Толстой Область слепящего света Она опоздала к открытию международной конференции О которой должна была дать материал вестник университета В зале было темно Докладчик показывал слайды Слева от светящегося экрана угадывался смутный силуэт И голос бубнил, запинающийся высокий голос легкого заики Когда глаза привыкли Она спустилась по боковому проходу к сцене И села в кресло второго ряда Вот опоздала Думала она, безуспешно пытаясь вникнуть в какую-то схему на экране Из выступлений на открытии можно было бы состряпать материал Теперь же придется высидеть несколько докладов Вроде этой тягомотины И где раздобыть программу Чтобы как-то ориентироваться в темах и именах Кто, например, этот зануда? Показывая что-то на экране Докладчик слегка подался вправо И в области света неожиданно возникло лицо Вернее, половина лица Всегда более выразительное, чем банальный фаз Высокая скула Правильная дуга брови И одинокий, нацеленный прямо на нее Молящий о чем-то глаз Несколько секунд Рассеченное лицо персонажа мистерии Качалось и смотрело Смотрело на нее С пристальной мольбой Затем отпрянуло и погасло Этот мгновенный блиц лунного полулица Ослепил ее такой вспышкой любовной жалобы Словно ей вдруг показали из-за ширмы того Кого давно потеряла и ждать уже зареклась Она отшатнулась И слепыми руками стала ощупывать ручки кресла Будто надеялась ухватить смысл того Что с ней сейчас стряслось И несколько минут Пыталась унять потаенную дрожь колен Бармача, да что это? Да что же это, а? Пока не поняла, что бессильно Что уже не имеет значения Кто он, чем занят, свободен или нет И куда исчезнет После того, как в зале зажжется свет Зажегся свет Объявили перерыв Он оказался ни высоким, ни ярким человеком средних лет Все это не имело уже никакого значения Как и ее удивление по поводу его скромной внешности Столь отличной от того трагического полулика Что был предъявлен ей в темноте Она подошла туда, где его обступили Уточняя и доспоривая по докладу коллеги Задала спешно слепленный вопрос Он рассеянно кивнул ей Договаривая что-то маленькому толстяку аспиранту И вдруг резко оглянулся Ловя обреченным взглядом ее лицо Она пошла к выходу Спиной, чувствуя, как торопливо Складывает он в папку материалы доклада Сыпает слайды в пенал И бросается следом И с этой минуты Все покатилось симфонической лавиной Сминающей Сметающей на своем пути Их прошлые чувства Привязанности и любови Все то, чем набиты заплечные мешки Всякой судьбы Он нагнал ее в фойе у гардероба Простите, не расслышал ваших Неважно, я только хотела уточнить Позвольте, я помогу вам пальто Да не надо, спасибо, нет Постойте, там шарф в рукаве, шарф Ее растерянные руки Не попадающие в рукава поданного им пальто И его беспризорные руки Неловко коснувшиеся Ах, простите Обморочное оцепенение обоих Ее груди Если она не торопится Он мог бы ответить на ее вопрос О, к сожалению, она торопится Очень абсолютно неотложное дело Обещала сегодня матери Исправить подтекающий кран на даче Кран? Да я сейчас же Господи, какие пустяки Я мигом все устрою А у вас есть Робка счастлива Время? Ну, сколько это займет? Да не меньше двух часов Какие пустяки? Затем минут двадцать В тамбуре гремящей электрички Отрывистые Сквозь железнодорожный грохот Возгласы И его глаза С припухшими Словно калмыцкими веками Одуряющие близкие Когда его бросают к ней На стыках рельсов Далее Пятнадцатиминутный пробег По обледенелой поселковой дороге К заглохшей на зиму даче Возня с замком Нежелающим сдаваться Замерзшему ключу В ее пляшущих пальцах И его прерывистая Позвольте уж мне Все ж Какой-никакой мужчина Наконец замок побежден Дверь со скрипом Отверзлась Они ввалились На застекленную веранду Где немедленно Он обнял Как-то поддетски Обхватил ее Судорожно всхлипнув Ну и так далее Воспользуемся же Хрипло задыхающейся паузой Для краткой биографической справки Он Доктор наук Историк Специалист по хазарам Автор двух известных книг Женат Две дочери Семнадцати и двенадцати лет Она Журналист Автор сценариев Двух никому неизвестных документальных фильмов Два неудачных брака Детей нет Сыта по горло Оставьте меня в покое И как подумаешь Что за радость В этих случайных всплесках Незнакомых судеб В мерзлых Неубранных С лета простынях На дачном топчине В прикосновениях Ледяных пальцев Горячему телу В нашем возрасте От постельных сцен Требуешь наличия По крайней мере Приличной постели Так ведь и простудиться Недолго Кстати, бешеный подростковый озноб Сотрясавший обоих Был скорее температурного свойства Выяснилось, что заболели оба В те дни по Москве гулял заморский вирус Горло сохнет Сказал он, морщась Где тут кран? На кухне Он поднялся По старушечи, накинув плед на плечи Побрел в кухню «Действительно, подтекает!» Крикнул оттуда После чего кран был навеки забыт И подтекает, вероятно, до сих пор Вернувшись, минут пять стоял в проеме двери Глядя, как она лежит в бисере пота В области слепящего зимнего света Бьющего через окна веранды Когда спустя часа два Наконец оделись и вышли Он сказал «Через неделю я уезжаю» Они стояли на платформе В ожидании электрички Подаль прогуливалась пожилая тетка С линялой и желтоболонкой «А вернешься? Когда?» Спросила она Он хотел ответить «Никогда» И в сущности это было бы правдой Но сказал «Не знаю, может быть, через год Я уезжаю всей семьей в Израиль Ну да Так она и предполагала Да ничего она не предполагала Какого черта Все это обрушилось на нее сегодня утром Когда она вошла в темный конференц-зал И из-за ширмы судьбы Ей показали карнавальное полулицо С прицельным глазом «Чему ты улыбаешься?» Спросил он хмуро «А вон, ей, — сказала она Даме с собачкой» Неделю она провалялась с гриппом Он, вероятно, тоже «Ну вот и ладно, и хорошо, прощайте, — мое славное приключение» Когда, по ее расчетам, самолет Москва-Тель-Авив Должен был уже набрать высоту Зазвонил телефон И его голос торопливо сказал «Я из Шереметьева на минутку Договорился с Юровским Тебя пригласят в декабре на конференцию в Иерусалим «Что?» — крикнул «Не слышу, что ты сказала!» Тут связь оборвалась И она заплакала От счастья Спустя несколько недель Она вывалилась в аэропорту Бен-Гурион В расстегнутой дубленке С мохнатой шапкой в руке Прямо в солнечный Средиземноморский декабрь Он стоял отдельно От пестра цыганской толпы Встречающих Незнакомый Молодой В джинсах И какой-то легкомысленной куртке Стоял подаль Подняв обе руки Словно сдавался Необоримой силе И когда она приблизилась Медленно опустил руки ей на плечи Ощупывая их Как слепой В автобусе они постепенно Вспомнили друг друга Он стал оживлен И спохватываясь Показывал что-то в окне Что по-видимому Было прекрасным И достойным восхищения И несколько раз повторял Как все замечательно сложилось И главная конференция Именно в Иерусалиме Что позволило ему Вырваться из хайфы На все эти три дня У меня доклад только Завтра утром Добавил он А дальше Тишина Она жадно смотрела В его шевелящиеся губы Словно боясь пропустить Нечто главное Что он сейчас произнесет И тем самым Спасет обоих Навсегда В огромном холле Роскошного отеля Они получили у портье Ключи от номера Затем троекратно Отразились в зеркалах Скоростного лифта Два полуобморочных лица И на все три дня конференции С неизвестным для нас названием Мы оставим их Беспомощных владык Друг друга Разглядывать крыши Иерусалима И за штор отеля Холидей Ин С высоты Двенадцатого этажа Лишь однажды Он сказал Стоя у окна За ее спиной И наблюдая Как горная ночь По одной Словно свечи Задувает горящие Отблеском солнца Черепичные крыши Этот город Заслужил Чтобы его рассматривали Не с такой высоты И три дня спустя Они опять стояли В аэропорту Бен-Гурион В ожидании контроля Очень здесь строгого Там восемнадцать Мороза, говорил он Это безумие Такие перепады температур Она стала оправдываться Что иначе шеф Ни за что не позволил бы Отлучиться Только прицепившись К рутинной командировке Удалось так лихо Зарулить сюда И Бог даст Еще удастся Когда-нибудь Когда, например Никогда Вдруг поняла она Но сказала легко Ну, в марте, скажем Или в апреле В апреле здесь хамсины Сказал он Уже ступив На эскалатор Она помахала Своей растрепанной Как баллонка Шапкой И что-то проговорила Что? Не слышу Дама С собачкой Ее уволакивал Эскалатор Рука с шапкой Полы дубленки Сапожки Вознеслась Он взял в баре Чашку кофе И плитку шоколада И, как бывало в юности После шальной И пьяной ночи Тут же ее Жадно съел Заказал еще Сто граммов Коньяку И совершенно счастливый Сидел минут сорок На высоком Неудобном стуле Пока его не потеснила очередь Как молодой Подумал он Поднялся и вышел Навстречу ему Переходили дорогу Три армянских священника Под большим зонтом Тот, что был посередине Коротенький И толстый Перешагивал через лужу Придерживая полу сутаны Движением женщины Приподнимающей подол платья И всю дорогу до Хайфы И позже Когда оттягивая возвращение Домой сделал пешком Колоссальный крюк Чтобы постоять Над заливом Над кранами И мачтами В порту Он пытался Хотя бы мысленно Собрать и отладить Свою жизнь Взорванную И разнесенную В клочья Тремя этими днями В поднебесном номере Холиды Ин И пока плелся к дому Поднимался по лестнице Открывал ключом дверь Все думал, что делать Что делать И как Прожить хотя бы этот Первый вечер В квартире было темно Только на кухне горел торшер Зеленоватым подводным светом Пахло его любимыми творожниками Лилась вода И звякала посуда Он хлопнул дверью Чтобы как-то обозначить Своё появление Ну, наконец-то Ты слышал, какой ужас Крикнула из кухни жена Только что передали Над Чёрным морем Взорвался самолёт Тель-Авив-Новосибирск Ещё не знают причину Теракт или авария Как представишь Этих несчастных Их семьи Костя А разве наши Могли прошляпить террориста? Перед его глазами Поплыл огненный шар Их коротенькой высотной жизни Легко взмыл Завис в области Слепящего света И вспыхнул Над морем Она выглянула из кухни Во тьму комнаты Где муж по-прежнему Стоял, почему-то Не зажигая лампы И сказала Ну, если ты ещё Не переоделся Так вынеси мусор Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok